Ясный сокол и черный ворон. 7 февраля 2019 года, 2036. Александр Проханов писатель, главный редактор газеты «Завтра русская мечта» о могучем государстве, о цветущем царстве, цветение которого связано с благоденствием людей, населяющих это царство. Русская мечта, о человеческом быте и, наполненном божественной справедливостью. Справедливость, это не плод человеческих уложений. Справедливость изначально, она появилась вместе с рождением Вселенной. Божественная справедливость, это закон, на котором мзиждется мироздание. Это такой же непреложный закон, как закон всемирного таготения. Также по теме. Следователи попросили суд арестовать пятерых фигурантов дела Арашукова в СКО обратились к суду с просьбой выдать санкции на арест пяти фигурантов дела Арашукова. Архитекторы, возводя храм, дворец или жилой дом, учитывают закон всемирного таготения. Колонны, поддерживающие купол, это борьба с притяжением. Убери колонны, и купол рухнет. Замковый камень противодействует притяжению земли прочностью и упругостью свода. Убери замковый камень, и свод рухнет. Если у сооружения смещен центр тяжести, весь здание становится тяжелее опор, и здание падает. Если государство, которое мы строим, царство, которое созидаем, не учитывает всемирный закон, кайми является справедливость, такое здание, такое царство будет разрушено. Государство должно быть построено по закону божественной справедливости. Коррупция страшна не только тем, что из общенародной копилки выхватывается общенародное состояние, уносится стяжателями в свои хранилища, обрекая на бедность, голод, болезни и весь остальной народ. Коррупционеры страшны тем, что они предпочли золотого тельца, личные богатства и наживу служению, присяги на верность народу, преданности своему государству. Они куплены, и потому они предатели. Они куплены врагами, и свои неправедно нажитые деньги держат в иностранных банках, тайно являются гражданами других империй и цивилизаций. Ради своих сбережений они готовы пойти на измену и предательство собственной родины. Каждый коррупционер, большой или малый, это пробоина в борту государства, это течь, через которую вода поступает в трюмы государственного корабля. Мы слышим нарастающие хлюпания и порой не знаем, откуда оно. Это хлюпает черный рассол, готовый потопить наш русский ковчег. Государство Саддама Хусейна было самым крепким государством Ближнего Востока. Армия Саддама Хусейна была самой могущественной. Он не боялся вторжения, потому что верил, армия даст отпор, американцы будут сокрушены и повергнуты. Но американцы купили на корню всю гвардию Саддама Хусейна, и она предала своего вождя, предала свое государство. Генералы Саддама Хусейна были повинны в уничтожении Ирака, а впоследствии, находясь в услужении у купивших их иностранцев, способствовали созданию террористического ИК. В нашем обществе сегодня кумиром является золотой телец. Алчность, поклонение злату, исключает служение, исключает подвиг, исключает божественный героизм. Можно ли было купить 300 спартанцев, которые дали бой персам у фермопил? Можно ли было купить 28 гвардейцев-панфиловцев, которые остановили немецкие танки под Волоколамском? Можно ли было купить 6-ю воздушно-десантную роту, вставшую на пути чеченских боевиков? Арестованный в Совете Федерации сенатор Рауф Арашуков и его родня украли столько денег, что своей кражей умертвили множество больных раком детей, не находящих средств для излечения. Множество инвалидов, не имеющих денег, чтобы купить лекарства, умирающих безвременно. Множество талантливых, одаренных людей, не сумевших в силу своей бедности получить прекрасное образование и пополнить ряды наших будущих нобелевских лауреатов. Совершив свои злодеяния, этот сенатор, не только враг государства, он не только приступил уголовное законодательство. Он враг человечества. Он остановил развитие человечества. Он оглобля, вставленное в колесо мирового развития. Россия остановилась, она застряла в коррупции, ей не хватает дыхания, чтобы наполнить легкие долгожданным порывом. Ее несметные богатства ручейками, протоками, огромными руслами утекают прочь, скрываются из виду, оставляют Россию на огромной отмеле, на которой она лежит, как рыба на безводье, хлюпая жабрами и вяло поднимая свой хвост. Человечество полнится страхами, ожидая мировой катастрофы. Оно ждет, что вот-вот на землю упадет чудовищный метеорит, пылью затмит солнце, и все живое погибнет. Арестованный в Совете Федерации сенатор, это метеорит, который уже упал. Поднятая им и его подельниками облако пыли уже затмила русское солнце. Эта пыль отравляет воды, от нее чахнут леса, чахнет литература, театр, армия. Это явление, которое пришлось сюда из черной дыры Вселенной. Это чудовищный газопровод, проложенный из черной дыры Вселенной в нашу земную жизнь. И на вентилях этой страшной трубы сидят коррупционеры. Событие в Венесуэле – это торжество коррупционеров. Американцы, обладающие несметными богатствами, купили их, как купили множество прежних предателей, как купили гвардию Саддама Хусейна. У этих коррупционеров нет национальных интересов. Они защищают интересы Соединенных Штатов Америки, которые управляют ими, дают политические советы, поддерживая деньгами и военной силой. Это десант Америки, который уничтожает Венесуэлу без применения воздушных армий и авианосцев. События в Венесуэле больно ранят Россию не только тем, что там при перевороте погибнут наши баснословные инвестиции. Не только тем, что с концом республики Чавеса уменьшится наше влияние в Латинской Америке. События в Венесуэле рассказывают нам о технологиях оранжевой революции, которая вновь приближается к границам России. Остановленная на Болотной площади в 2011 году, оранжевая революция вновь изливается из своего кратера и готова захлестнуть ядовитые магмы московские улицы. Оранжевая революция, происходящая сейчас в Венесуэле, недалека от России. Она не отделена океанами, не отделена материками. Она здесь, близко, гнездится в пределах Садового кольца. Сегодняшняя Россия, восстав из пепла 90-х годов, имеет мощное вооружение, прекрасные оборонные заводы, сильную армию, растущий флот. Но у нас в тылу, в нашей сердцевине, сидят диверсанты. Они одобряют любое действие Америки, будь то выход американцев из стратегических договоров, или поддержка киевской агрессии в Донбассе, или американские бомбовые удары по сирийским позициям. Это подполье осуждает любые действия государства российского. Внушить народу отвращение к своему государству – вот цель бесчисленных либеральных пропагандистов, их радиостанций, телеканалов, газет. По России несется волна телефонного терроризма. Телефонные звонки волнами катятся от Тихого океана до Смоленска, пугая взрывами в университетах, больницах, торговых центрах. Эта волна сеет панику, заставляет нас сбежать с рабочих мест, оставлять свои посты на электростанциях, в операционных, в научных лабораториях. Она сеет страх внутри народа, парализует нашу волю, стремление к творчеству. Это акт войны, это действия, направленные на тотальное уничтожение. Мы находимся в состоянии войны, но по-прежнему боимся это признать. Мы гедонисты, хотим развлекаться, радуемся той цветной перламутровой завесе, что отделяет нас от жестокой огнедышащей реальности. Мы боимся признаться в том, что враг при дверях, двери распахнуты, и сквозь распахнутые двери в наш дом движутся волны тьмы. Силовики, которые отвечают за сбережения государства, видят грозящую государству опасность. Аресты коррупционеров, это действия, которые в условиях близкой войны уничтожают окопавшихся в телу диверсантов. Борьба с коррупционерами, это не борьба с экономическими преступлениями. Это борьба за сбережения государства, борьба с врагом, который действует за линией фронта. Сражаясь с диверсантами, СМЕРШ прибегает к самым изощренным приемам. Это легендированные банды, это радио и интернет-ловушки, это профилактика преступлений, это социальная педагогика. Арест сенатора Арашукова в Совете и Федерации на глазах у других сенаторов – пример такой педагогики. Остальные сенаторы, которые ни жестом, ни криком не воспротивились аресту своего собрата, теперь тщательно проверят свои счета, свои декларации, в которых указана или не указана недвижимость за границей. Ибо этот удел может постичь и других представителей государственной власти. Педагогика, продемонстрированная силовиками в Совете и Федерации, может быть повторена на коллегии Министерства обороны, среди высокопоставленного генералитета. Она может быть повторена на заседании правительства. Быть может, даже на собрании Священного Синода. Также по теме СК России опубликовал видео обысков в особняке по делу Арашукова. СК России опубликовал видео из особняка, где были проведены обыски в рамках расследования уголовного дела отца и множество голосов требуют восстановления смертной казни по отношению к коррупционерам. Поможет ли это? Коррупционеры – это таинственный возобновляемый природный ресурс. Одни коррупционеры срезаются, их место занимают другие, и те с первых шагов начинают воровать и грабить. Это явление – загадочная клептомания, охватившая огромные пласты российского чиновничества. В обществе действуют силы, которые принуждают этих чиновников к хищениям. Этой силой является коррупционная система. Это она поставляет коррупционеров во все органы власти. Она восполняет утраты, если срезается часть коррупционеров. Газ, который украли кавказские воры, лишив этого газа населения Северного Кавказа, расхищается по всему движению газовых труб. Эти коррупционеры, как вороны, сидящие на проводах, нависли своими клювами на всем протяжении газопровода силы Сибири, над Северным потоком, а теперь и над Южиным. Убери одного из воронов, и на его место сядет другой. Коррупционная система воспроизводит воров и стяжателей. Эта система зиждется на религии Золотого Тельца. Эта религия исключает служение, исключает честность и подвижничество. Воры и грабители возобновляются, как голова дракона, которая отсекает меч богатыря. Пушкин писал, «Одна заря сменит другую спешит, дав ночи полчаса. Одна черная заря коррупции сменяет другую, оставляя солнечному свету лишь краткий миг среди сгустившейся тьмы. Русская мечта убеждает нас, что русское движение вперед неизбежно. Построенное на развалинах 1991 года сегодняшнее государство совершит рывок. Это не рывок технологий, не рывок в цифросфере. Это рывок в общественном развитии. Мы совершим гигантские всенародные усилия, чтобы избавиться от этой черной тьмы, от этого воронья, которая выклевывает у сегодняшней России глаза. Ясный сокол русской истории в очередной раз срежет полет черного ворона, считающего Россию своей добычей. Исламское государство, ИК, организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014. Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.